Друзья, рад приветствовать вас! Сегодня мы будем готовить кулич с вами. Скоро же Пасха, поэтому успевайте. Обязательно сохраняйте себе рецепт. Он очень простой и делается. Я бы отметил, что очень быстро. Мы сейчас подготовим с вами опару. Опара это у нас молоко, дрожжи, сахар и небольшое количество муки. Эта масса должна хорошо подняться у нас и она будет служить стартером для дальнейшего нашего теста. Давайте это все смешаем. Сейчас отставим в сторонку и приступим уже к сборке основного теста. Здесь молоко должно быть не холодное, то есть такое тепленькое, градусов 35. Мы сюда сразу же распускаем дрожжи. Дрожжи я использую здесь вот такие вот свежие. Смотрите обязательно на сроки годности, чтобы они максимально были свежие. Тогда результат будет потрясающий. Растворяем их сейчас в молоке. Добавляем сразу же сахар. И просто перемешиваем. И теперь можем вмешать сюда нашу муку. И накрываем пищевой пленкой. Оставляем в сторонке минут на 10, может даже потребуется 15 минут. Все зависит от того, насколько тепло у вас дома и какой температуры у вас изначально молоко. Пусть у нас постоит, оно уже даже видно, что на глазах начинает подниматься. Отставим в сторонку. Давайте немножко поговорим быстро про ингредиенты. Здесь мы будем использовать муку с высоким содержанием белка. Здесь 13 грамм. Можно, в принципе, взять поменьше. Той же самой макфы, по-моему, 12 тоже прекрасно подойдет. Будем использовать сливочное масло, яйца, творог. Конечно, у нас же творожный все-таки кулич. Сахар и небольшое количество соли. Творог. Творог, если вот он такой прям сильно крупичатый, можно его перетереть. Бывает творожок, знаете, совсем мягкий такой. С ним, в принципе, делать ничего не нужно. В процессе замеса он хорошо распределится. У нас он такой зернистый, поэтому мы сейчас его перетрем. И просто такими движениями можно блендером побить. Кому как удобно. Друзья, как и всегда, смотрите полное описание рецепта под видео. В описании оставил. Еще оставлю там ссылочку на домашние цукаты, которые я готовлю. И смесь из цукат. Опять же, смотрите, переходите, комментируйте. Мне будет очень приятно. Ну что, вот такой вот рассыпчатый творог у нас получился. Очень мелкодисперсный. Опара также у нас подошла. Она стала очень пышной. Это значит, что мы можем уже приступать к придавлению теста. Я буду использовать кухонную машину. Можно вымешать, конечно же, и руками. Это немножко сложнее будет. Здесь нам не требуется развивание на эти вот прям глютеновое такое окно. Для того, чтобы тесто было супер эластичное. Но все равно есть определенный принцип. Тесто нельзя очень сильно перегревать. Что мы сейчас, собственно, делаем? Я сразу же возьму чашу миксера. И мы сюда помещаем сразу же нашу опару, творог, муку и яйца. Все остальные ингредиенты, а это сливочное масло, соль и сахар, мы пока отставим в стороне. Здесь идет буквально два яйца. А если быть точнее по рецептуре, 110 грамм. Сюда помещаем опару. Посмотрите, какая она. И насколько сильно она выросла в объеме. Она стала вот такая вот прям пушистая, как пух. Помещаем сразу же весь объем сюда. Видите, какая она? И очень-очень ярко пахнет. Прямо даже уже не дрожжами, а вот чем-то таким изюмным творог. И весь объем муки. Теперь с помощью крюка начинаем замешивать. Единственное, что хочется сюда добавить еще немножко цедры апельсина. Буквально один апельсин сейчас возьмем и натрем на мелкой терке. Ароматика будет просто безумная. Так, просто натираем сюда. Теперь надеваем крюк. И ставим машину на замес. Начнем с низких оборотов. Самых минимальных. Потом поднимем до двоечки. И будем вымешивать порядка 10 минут. После этого будем добавлять уже соль, сахар. Будем добавлять туда сливочное масло. Теперь на двоечку можно. Прошло буквально 2 минуты, да. И мы уже выходим на более высокие обороты. Чтобы тесто вымешивалось интенсивно. Тесто уже даже на пятой минуте очень хорошо вымешалось. Оно прям прекрасно себя показывает. Я думаю, что можно даже начинать потихонечку добавлять туда сахар. Сахар добавляем частями. Сейчас буквально делим на 3 части. И вводим туда вот так вот по чайной ложечке. Первую часть закладываем. Пусть оно сейчас вымешается. Добавим следующую часть. Если вы сразу же добавите соль и сахар, у вас тесто будет достаточно жидкое. Вам его уже трудно будет вымешать. И оно просто у вас будет по-другому даже формоваться. Не допускайте эту ошибку. Добавляйте соль и сахар практически во второй половине замеса. Добавляем соль. Давайте сейчас добавлять сливочное масло. Оно у меня получается, знаете, такое не только из холодильника, но еще не очень теплое. Есть его небольшое количество, поэтому добавляем его в один заход. То есть сразу же все вместе. Так, давайте теперь расскажу и покажу цукаты, собственно. Мы будем использовать цукаты. Это самодельные. Я их делаю сам. То есть как я их делаю и как готовлю. Очень просто. Опять же ссылочки прикрепил в описании. Вы можете посмотреть детальное видео. Сначала я готовлю именно апельсиновые цукаты. После этого уже смешиваю их с различными другими сухофруктами. А именно я чищу и ошпариваю кипятком миндаль. То есть он прекрасно как и по вкусу сочетается. И в принципе как текстура очень сильно устраивает. Использую несколько видов изюма. Также использую вяленую вишню. И люблю очень использовать клюкву вяленую. Она дает вот какой-то такой дополнительной кислотности интересную. Ну и вкусы как бы такие очень разносторонние. Все это настаиваю с выдержанным ромом хотя бы пару дней. То есть прям эта смесь становится очень ароматной. И потом использую просто в различную выпечку. Разные куличи. Добавляю в пасху и прочие вещи. В принципе здесь у нас уже практически все домешалось. Суммарно у нас прошло 15 минут. Я думаю что можно потихонечку добавлять цукаты. Единственное что мы снижаем скорость на самую минимальную. Для того чтобы оно постепенно у нас аккуратненько вмешивалось. Здесь потребуется цукат буквально 250 грамм. Я делаю на глаз. Все вымешиваем так чтобы оно хорошо у вас распределилось. Потом ручками еще поможем. Так, сейчас что я сделаю. Я соберу это в один ком. И мы оставим опять же под полотенчиком. Примерно на один час. Может чуть-чуть побольше. Масса должна вырасти в объеме в два раза. Ну что друзья. У нас прошло чуть больше часа. Тесто очень хорошо поднялось. Оно прекрасно расстоялось. Сейчас мы его поделим на три части. И будем подформовывать. И уже растаивать формы. Формы я буду использовать. Вот самые простые. Они продаются на Озон. Или в магазинах для кондитеров. Размер 11 на 8 с половиной. Вот так вот они выглядят. Три штучки как раз вот на эту рецептуру прекрасно подходят. Поэтому мы сейчас все подготовим. Делим. Раскладываем. И ставим на расстойку. В качестве расстойки я буду использовать духовой шкаф. Я просто включу на режим лампочки. Добавлю немножко кипятка в камеру. И будем растаивать таким образом. Плюс-минус там температура где-то около 28 градусов должна быть у нас. И высокая влажность. Потом будем отпекать. Будем делить конечно же через весы. Для того, чтобы заготовки были одинаковые. Здесь в целом у нас по раскладке плюс-минус килограмм. Поэтому где-то около 330 грамм я думаю, что получится на каждую порцию. Посмотрите какое шикарное тесто. Возьму для удобства острый. 300. 50. Срежем немножко. Пока что так. А там если что уже будем добавлять. Берем заготовку. Можно чуть-чуть скребочек смачивать. И смысл в том, что нам необходимо создать в нем такой скелет. Чтобы он не расплывался. То есть это вот такой грубо говоря шарик. Смочим здесь водичкой. И теперь берем форму. Оп. И сюда перекладываем. Аккуратно это делаем. Видите, оно так легко переходит. Тем самым у нас сформованный шарик находится внутри формы. Сюда, как и сказал, добавляем небольшое количество горячей воды. Оно даст дополнительную влажность. И будет удерживать такую низкую расстоечную температуру. Все. Забываем примерно на один час. Смотрим, чтобы поднималось тесто примерно до самого верха нашей формы. Потому что у нас прошло чуть больше часа. Практически расстоялись наши заготовочки. Сейчас я их вынул уже с расстойки. И включил духовку на температуру 180 градусов. Сейчас хорошо он разогреется. Мы чуть-чуть убавим температуру. Я думаю, там до 175. В это время, пока раскаливается духовка. Мы с вами подготовим такой вкусный декор. Его очень часто используют для панеттона. То есть он будет хрустящий, с орешками наверху. Он состоит у нас из миндальной муки. Вы можете любой орех взять. Это может быть фундук, фисташка. Прекрасно подходит сюда. У меня же была миндальная мука. Мы сделаем на основе нее. Мы будем смешивать здесь с сахарной пудрой, с кукурузным крахмалом и с белком. Просто смешиваем все ингредиенты. Вымешиваем. Получается такая макаронаж. По-другому называется. Из нее еще печеньки вот такие делают. Собственно, что мы сейчас и сделаем. Смешиваем все ингредиенты. И добавляем сюда белок. Вымешиваем в однородную пасту и перекладываем в кондитерский мешок. Такая смесь на поверхности нашего кулича создаст очень приятную хрустящую корочку. Ну и будет смотреться действительно очень роскошно. Отрезаем здесь сверху кончик. Подготавливаем также еще такие вещи. Вот у меня есть сахар. Такой гранулированный. Очень красиво его часто в выпечке используют. Заказал тоже в интернете. Все это продается достаточно в свободном доступе. И нам потребуется опять же сахарная пудра и лепестки миндаля. Это будет очень роскошно и очень красиво. Наши куличи расстоялись. В целом, видите, они дошли до самого верха. Это значит, что как раз таки, когда они будут выпекаться, они у нас еще поднимутся и будет такая красивая уверенная шапочка. Он достаточно жиденький. Поэтому вот такими движениями просто по кругу проходимся. И тем самым распределяем макаронаж тонким слоем. Посыпаем обильно лепестками небольшое количество сахара. И последний штрих. Наносим сюда сахарную пудру. Ставим отпекаться сейчас в хорошо разогретую духовку. При 170 градусов. И такие будут выпекаться порядка получаса. Может быть чуть меньше, может больше. Смотрите и ориентируйтесь обязательно на свою духовку. Потому что у всех все работает абсолютно по-разному. Друзья, вот такой вот куличик у нас получился. Отпекался он где-то 35 минут. Единственное, что в другие два я нанес чуть больше вот этой ореховой смеси. И оно потеками немножко пошло. Не буду этот ужас показывать. Мне немножко стыдновато. Но вот есть такой вот у нас красивый экземплярчик получился. Сейчас он остынет у нас полностью на решеточке. И мы посмотрим, что же у него внутри. Итак. Оп. Посмотрите, какая красота. Какой он пористый. А еще очень мягкий. И безумно ароматный. Все. Мне кажется, мы соспели на чай. Очень, конечно, потрясающий, друзья, рецепт. Обязательно отправляйте своим друзьям, родителям. Пусть готовят, наслаждаются действительно качественной выпечкой. Я вообще за то, чтобы к такому празднику делать все самое лучшее. На столе должно прям быть богатство. Поэтому, друзья, готовьте из хороших ингредиентов. С хорошим настроением. Радуйте себя. И обязательно ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok